В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. После трагичного ДТП в Харькове власти заговорили о необходимости ужесточить штрафы за нарушение правил дорожного движения и снижение скорости в городах до 50 км в час. Об этом и не только будем говорить с пресс-секретарем патрульной полиции Одессы Аллы Марченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну пока это только инициативы, но уже говорят о том, что возможно 1 января 2018 года они вступят в силу. Вот хотелось бы в частности затронуть тему 50 км в час. Вот это снижение, оно действительно как-то поможет снизить количество аварий на дорогах? Хотелось бы в это верить. Я начну так. Хотелось бы верить, но это прежде всего полосознательность водителей и их ответственность к другим участникам дорожного движения. Это первое основное. И второе, конечно, если это будет водиться, то хотелось бы, чтобы оснастили патрульную полицию всех городов и регионов прежде всего приборами, которые будут измерять скоростной режим движущегося транспорта. Потому что на сегодняшний день этого нет, это всего лишь наша профилактика, наша работа. Но так как ранее было в госавтоинспекции, например, на сегодняшний день у нас нет. То есть должны быть сертифицированные, специализированные средства, которые будут измерять скоростной режим. Соответственно, на основании этого и будут составляться постановления, а водитель обязан будет платить штраф. То есть на сегодняшний день, если сотрудник патрульной полиции останавливает водителя за превышение скорости, он даже не может доказать, что была превышена скорость? Ну, в принципе, нет. Это всего лишь будет предупреждение, профилактика общения. А штраф? Вот 510 гривен за проезд на красный свет. Мы знаем, что такие нарушения тоже часто случаются. Вот во сколько нужно увеличить такой штраф для того, чтобы, опять же, таких ситуаций было меньше? Ну, я думаю, что об этом должны подумать законодатели. Возможно, даже если будет принят этот закон, то прежде чем его принимать, это все-таки надо провести и опрос населения, и принять тогда уже решение, понимая, какая же сумма штрафа сможет остановить нарушителя на дороге. В общем, потому что, если взять, опять же, за алкоголь тот штраф, который подняли до 10 тысяч гривен, то я вам скажу, я еженедельно подбиваю итоги по нарушениям, даю комментарии итоги недели, то, собственно говоря, цифра 70 в неделю, она средняя. Плюс-минус 70 фактов управления водителями в нетрезвом состоянии транспортом на дорогах Одессы, он так и держится как при старом штрафе, так и при новом штрафе в 10 тысяч плюс лишение. То есть эти 70, они не снизились. Не работают. Да, то есть водители, в любом случае, осознавая, насколько это, ну, наверное, серьезная сумма, а может, она уже и не серьезная, потому что часто задавался вопрос, так это кто же теперь нарушает, как бы, да, как у нас любят говорить, мажоры, абсолютно нет. Это может быть водитель запорожца, это может быть водитель маршрутного транспорта, это может быть водитель Мерседеса элитного класса. Абсолютно, да. К сожалению, употребляя алкоголь и садясь за руль автомобиля, они отдают себе отчет в своих поступках, не понимают о том, что, не жалея себя, они также не жалеют других участников дорожного движения. Почему? Потому что по вине водителя, который совершает нетрезвое состояние ДТП, зачастую гибнут и получают увечья абсолютно невинные люди. Вот в числе тех нарушений, за которые тоже нужно повысить штрафы, представители власти называют это проезд непристегнутый ремень, да, и разговоры по мобильному телефону. Вот как с этим обстоит? Как часто у нас нарушают? По поводу ремня мы также проводим работу только профилактического характера, хотя, в принципе, и с той практики, с которой сталкиваюсь я, считаю, что это очень нужно пользоваться ремнем безопасности. К сожалению, по старой какой-то практике, традиции или, я не знаю, просто незнание и непонимание вопросов, большинство водителей игнорируют. Ну вот а что реально сделать? Это какая-то разъяснительная работа должна проводиться, чтобы всё-таки заработало это правильно. Вы знаете, я пробовала другой немножко метод и на себе его периодически отрабатываю, когда, да, каждый где-то немножко отвлекается, расслабляется. Есть замечательные социальные ролики на Ютубе. Просто мы заходим туда, пишем «Ремень безопасности» социальный ролик, смотрим, тогда такое понимание приходит. Не надо выезжать так, как мы. Мы, к сожалению, это видим в жизни. Мы выезжаем на ДТП, мы видим ту страшную картину, которую не хочется видеть. А в отношении всё-таки разговоров по мобильному телефону? Разговоры по мобильному телефону, они также очень сильно отвлекают водителя. Вот хотя, как мы видим, каждый второй, особенно молодёжь, предпочитают общаться за рулём по мобильному. Это тоже отвлечение очень частое, которое может привести к нарушению, как минимум, и к дорожно-транспортному происшествию. Поэтому мы периодически проводим рейды. Хотя патрульные могут остановить за это нарушение и составить постановление, то есть заштрафовать. Это действительно да. Не часто, не постоянно, но тем не менее, если видно, что водитель явно увлечён беседой, но не управлением транспортного средства, в таком случае его останавливают, принимают меры. Хотя, опять же, в большинстве случаев это профилактика и напоминание, чтобы не отвлекались и не подвергали себя опасностей других. Опять же, после этой страшной трагедии, которая в Харькове и произошла, всё больше заговорили о автоматической видеофиксации нарушений. Уже давно достаточно об этом говорят, но мы понимаем, что на сегодняшний день всё ещё по-прежнему она не работает. Она вроде бы как запускалась в тестовом режиме, но что на сегодняшний день? Так она и есть. Она так и есть в тестовом режиме, пока всё так же. То есть будет финансирование, и будет всё это внедряться, и будет в работе. Пока это только тестовый режим. А вот на ваш взгляд, вы уже всё-таки много лет в этой сфере работаете, вот эта автоматическая видеофиксация, она поможет снизить количество аварий? Если будет всё правильно продумано и прописано в законодательстве, если не будет тех лазеек, которые, как ранее было, одно время, вы помните, может ввели фотофиксацию за право нарушения, тогда быстро нашлись эти нестыковки в законодательстве, которые помогли адвокатам и нарушителям уходить от ответственности, что в принципе привело к тому, что это всё и отменилось. Поэтому если это будет правильно продумано и внесены изменения во все законодательные акты, которые это будут предусматривать, то это будет хорошо, правильно, и я надеюсь, что тогда это может не на 100%, но даже если это на 50% снизит аварийность, это уже будет очень хорошо. Хороший показатель. Конечно, конечно, да. Также всё больше говорят о том, что нужно менять систему начисления баллов, за которые можно лишить водительских прав. Вот за что сегодня можно лишить водительских прав, и вот насколько её нужно поменять? На сегодняшний день эта система пока не работает, это лишают водительских прав только решением суда, в случае правонарушения, ну таких, например, как дорожно-транспортное происшествие, управление нетрезвым состоянием и ещё некоторые пункты, которые предусмотрены административным кодексом. Теперь немножко поговорим о том, что последнее время было. Мы знаем, да, что с 1 октября было новое правило дорожного движения, не совсем новое, но каждый год, наверное, работает, да. Вот об этом немножко расскажите, да. Да, с 1 октября, но это больше касаемо, конечно, областных дорог, то есть это вне... Извините, я вас перебью, а вот всё-таки в городе насколько можно тоже как-то работать, чтобы это правило работало? В городе это не предусмотрено, это по желанию самого водителя. Например, сегодня погода достаточно пасмурная, вот, в принципе, я выезжая утром, поняла, что, собственно говоря, это нормально и удобно, то есть это обозначает ещё плюс автомобиль на дороге. Поэтому я приняла такое решение, давайте, скажем так, включила габариты и, собственно говоря, поехала. Сейчас, когда ехала к вам, сделала то же самое. То есть это не запрещено, это только плюс к тому. А что касаемо правил дорожного движения, да, с 1 октября при выезде за территорию города на областные дороги, то необходимо, конечно, чтобы автомобили были обозначены. Это в любое, то есть круглосуточный автомобиль должен быть с включёнными габаритами для того, чтобы обозначить себя во время движения, чтобы другие участники дорожного движения видели транспортное средство и ориентировались более спокойно и уверенно на дороге. А вам не кажется, что всё-таки целесообразно было бы это правило применять и в городе? Думаю, что да, в принципе. Ну, я думаю, что на сегодняшний день водители, делая вывод и зависимостью от ситуации, от погодных условий, то, опять же, сегодняшний день с такой погодой показал, что не я одна ехала с включёнными габаритами, достаточно много автомобилей двигаются. Есть автомобили, которые автоматически это включают, а есть водители, которые понимают, что это необходимо, и включают их собственноручно. Ну, уже, можно сказать, 2017 год практически подходит к концу, и можно говорить о статистике, да, о том, что в этом году происходило на дорогах, и сравнить это с предыдущими годами. Вот что вы можете сказать об этом? Растёт количество нарушений? Растёт количество нарушений, но и также их выявления и пресечения. Если взять буквально несколько цифр, чтобы много не говорить, обращения на линию 102, это те все обращения, которые отрабатывает патрульная полиция. Прошлый год, 16-й, то есть это 12 полных месяцев, у нас было 24,5 тысячи обращений, которые мы отработали. В этом году за 9 месяцев уже у нас есть порядка 25 тысяч. То есть я думаю, что ещё до конца месяца в среднем у нас где-то 10-12 тысяч, то есть, конечно, есть увеличения. Хотя обращения различного характера. Это и административные какие-то обращения, это и правонарушения, но это также и уголовного характера. А чаще всего? Чаще всего, чаще это какие-то бытовые ссоры, проблемы, неразберихи, где-то необходима кому-то помощь. Очень часто, к сожалению, пожилые люди, которые живут одни, не всегда могут с чем-то справиться. Бывает так очень часто, к сожалению. То есть живёт человек один, пожилой, упал, подняться не может, сам один в квартире, либо зовёт на помощь, либо соседи обращаются, что давно не видели, необходимо. То есть выезжаем, приезжаем, вызываем службы, открываем двери и уже смотрим, какая нужна помощь, вызываем медиков. То есть вот эти моменты есть. И хотелось бы сказать, что если живут родители отдельно пожилые, чтобы дети как-то больше уделяли внимания, чаще звонили, заезжали, проведывали, интересовались, помогали своим родным. А если вот всё-таки говорить о городе, есть такое понятие, как аварийные участки. Где в городе чаще всего случаются аварии? В последнее время и, может быть, вообще в целом? Ну, смотрите, у нас получается по Одессе в среднем где-то порядка 150 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Если так брать, в общем, то это такие магистральные развязки улиц во всех районах практически есть. Ну, наибольшее скопление – это Приморский район. Почему? Потому что больше офисов, наиболее такое, там больше всего транспорта. И причём там количество вызовов, опять же, на линию 102, круглосуточно, наибольшее количество в Приморском районе. Это не значит, что там больше преступлений, но там больше как-то скопления людей, происшествий, конфликтов, нарушений, всего-всего. Вот, поэтому… И чаще всего всё-таки считают нужным обратиться в патрульную полицию. Да, 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 конечно. Если так сразу вот вспомнить, ну, такие проблемные участки – это Решильевская-Успенская, где, к сожалению, ну, раз в неделю происходят какие-то такие серьёзные дорожно-транспортные происшествия. Если пойти по Решильевской, это Решильевская-Большая-Малая-Арнаутская, а также и Пушкинская. Пушкинская-Жуковская, Жуковская и Пушкинская-Большая-Малая-Арнаутская. Такие вот сразу знаковые места по Фонтанской дороге. Также есть несколько мест на развязках. Люздорфская дорога, Днепропетровская дорога, то есть она достаточно насыщенная Днепропетровская дорога и Добровольского. К сожалению, там места концентрации ДТП связаны с нарушением правил дорожного движения пешеходами, которые пересекают дорогу в неустановленных местах. И в последнее время, к сожалению, в подобных дорожных авариях гибнут люди. Поэтому хотелось бы, чтобы и пешеходы были более внимательны и относились к себе, прежде всего, ответственны и серьёзны к своей жизни и здоровью. Но и водители смотрели. Вот, кстати, по поводу нарушений правил дорожного движения именно пешеходами. Это как-то фиксируется? Да, конечно. Это предусмотрено законодательством, административным кодексом. Конечно, там невелик штраф, но тем не менее работаем, составляем постановление, выписываем штраф и проводим профилактику. Много таких постановлений? В принципе, в течение смены, в течение дня, ну, минимум 20-30 фактов подобных патрульные пресекают. Не всегда это штраф, это может быть беседа, это может быть профилактика, но тем не менее работаем. А когда в случае решить, штраф будет или просто беседа? Ну, вы знаете, если взять, опять же, из практики, очень часто это делают пожилые люди. При этом они сетуют на своё здоровье слабое. Спешат. Да, ноги, спина, всё сложно, тяжело, при этом ещё и несут сумку с продуктами домой. Понятное дело, что никто не будет им выписывать штраф, объясняют, разговаривают и просят этого не делать. В принципе, они осознают, хотя я прекрасно понимаю и знаю, что они в следующий раз это сделают, к сожалению. Но в других случаях, когда если и конфликтная ситуация может быть, и человек не хочет этого понимать, и в таких случаях может быть штраф. То есть всё это индивидуально, всё это на месте. Но очень страшно наблюдать, когда бабушка идёт со школы с внуком, который с рюкзаком со школы и переводит его дорогу. Не положено. Да, буквально 100 метров до светофора, но тем не менее она доказывает, что ей тут ближе, удобнее и хорошо. Почему не прогуляться по воздуху, не пообщаться с ребёнком, не объяснить, почему мы здесь переходим дорогу, а не там, где нам ближе, и пройтись с ним по воздуху. Вот есть такие, к сожалению, случаи, хотелось бы, чтобы их было всё меньше и меньше. Скажите, а какие чаще всего нарушения совершают одесские водители? Чаще всего это нарушение правил маневрирования, то есть это обгон, нарушение правил обгона. Затем проезд перекрёстков на запрещающий сигнал светофора и проезд пешеходных переходов. То есть это не предоставление преимущества движения пешеходам. То есть буквально на выходных на посёлке Котовского ребёнок, 10 лет, который переходил дорогу по правилам дорожного движения, водитель не заметил, наверное, не остановился, не пропустил ребёнка, ребёнок получил травму и был доставлен в больницу. То есть вот эта проблема у нас существует. Хотя, с другой стороны, я понимаю и вижу сама, что очень часто подростки и молодёжь, слушая музыку и считая, что пешеходный переход — это просто их зона, где они имеют право на всё, они выходят на дорогу не глядя. Этого тоже не надо делать, потому что в тех же правилах прописано, что прежде чем выйти на пешеходный переход, пешеход обязан убедиться в собственной безопасности. Поэтому здесь должна быть обоюдная дружба и обоюдное уважение пешехода к водителю, водителя к пешеходу. То есть в любом случае снизить скорость движения при подъезде, но и пешеход не должен выбегать или резко выходить, или выезжать, тем более на велосипеде, на пешеходный переход. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях была пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко. Меня зовут Валерия Володина. Будьте внимательны на дорогах. До встречи на репортере.